Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Благодарю вас за возможность выступить с нашими данными. Сегодня хочу рассказать вам о нашем опыте по эффективности проведения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией для пациентов, страдающих саркомами Юинга группы высокого риска. Актуальность темы обусловлена тем, что более 25% пациентов при первичной диагностике имеют распространенные формы заболевания, что сопряжено с плохим прогнозом лечения. Часто мы встречаемся с пациентами, которые плохо отвечают на индукционную химиотерапию. И особой сложной группой этих заболеваний являются рецидивы заболеваний. Также особую группу пациентов составляют дети, у которых имеется трудно располагающийся первичный очаг, который сложен для проведения радикального местного лечения. И не существует единого стандарта для проведения терапии у тяжелой группы пациентов. Роль высокодозной химиотерапии у пациентов группы высокого риска остается в настоящее время дискутабельным. Обратимся к двум самым крупным рандомизированным исследованиям, которые были опубликованы в рамках протокола Евро-Юнг для пациентов с локализованной формой и для пациентов с изолированными метастазами в легкие. В этих исследованиях сравнивалась эффективность высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией и консолидации в виде 8 курсов ВАИ. И в случае пациентов с поражением легких к 8 курсам ВАИ добавлялось тотальное облучение легких. Тогда как в последней группе пациентов высокодозная химиотерапия не показывает значительного увеличения показателей выживаемости, то для пациентов с локализованными формами использование высокодозной химиотерапии увеличивает долгосрочную общую и бессубитивную выживаемость за счет снижения метастатических рецидивов. Сравнивая токсичность этих видов терапии, можно сказать, что ожидаемо выше гематологическая токсичность при использовании милоаблативного режима БУМЕЛ и связанные с этим большее количество инфекционных осложнений. Также часто при милоаблативном режиме встречались поражения, чаще поражения гастроинтестинального тракта, однако такие виды токсичности, как почечная, неврологическая токсичность, токсичность слизистой мочевого пузыря чаще наблюдались у пациентов, получающих 8 курсов ВАИ. А также легочная токсичность у пациентов, которым проводилось тотальное облучение легких, существенно выше, чем у пациентов, которые получали в режиме кондиционирования бусульфан. Что касается стандартов оказания медицинской помощи, Американская ассоциация трансплантации костного мозга давно вынесла этот метод в стандарт для пациентов группы высокого риска, однако Американская ассоциация клинических онкологов придерживается иного мнения и рекомендует использование этого метода только в качестве клинических исследований. Однако Европейская клиническая ассоциация онкологов считает режим кондиционирования бусульфан-милфалан наиболее эффективным для пациентов с плохим ответом на индукционную химиотерапию, для пациентов с большим объемом опухоли и для пациентов с рецидивами. А также последние рекомендации, опубликованные рекомендацией BMT, также выносят высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией в стандарт применения, в частности для пациентов группы высокого риска и для пациентов с рецидивами, у которых в анамнезе не было высокодозной химиотерапии. В наше исследование вошли 73 пациента, которые получали высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией в нашем центре в период с 2009 по 2018 год. Медиана возраста составила 12 лет, преобладали мальчики. Большая часть пациентов имели отдаленные метастазы на момент диагностики, это 80%. Преимущественно метастатическое поражение охватывало легкие, 69% кости, костный мозг. Значительная часть пациентов имела осевую локализацию первичной опухоли и большой объем опухолевого очага. Химио-чувствительный рецидив наблюдался в 13% случаев. На момент трансплантации в полной ремиссии находилось 38% пациентов, частичной 49%. Стабилизация заболевания была отмечена в 13% случаев. Все пациенты с метастатической формой были проанализированы, стратифицированы в соответствии с прогностической шкалой, предложенной группой Евро-Юинг во главе с Рут Ланденштейн. Здесь было предложено обращать внимание на такие факторы риска, как возраст, наличие метастатического поражения костей и их количество, метастатическое поражение костного мозга, легких, объем первичного очага. По наличию или отсутствию этих факторов пациенты подразделялись на три подгруппы. Благоприятные менее 3 баллов, неблагоприятные от 3 до 5 баллов и крайне неблагоприятная группа пациентов, набравшие более 5 баллов. В нашем исследовании благоприятную группу вошли 19 человек, в неблагоприятную 24 и в крайне неблагоприятную 12 пациентов. Мы использовали стандартный режим кондиционирования с препаратами бусульфан-милфалан. Источником трансплантата в подавляющем большинстве случаев использовали костный мозг, стволовые клетки периферической крови в 26% и их комбинацию в 9% случаев. Среднее содержание CD34 позитивных клеток составило 3,9 миллионов на килограмм. Средний срок проживления трансплантата 17 дней. Мы наблюдали приемлемую токсичность. Чаще всего наблюдали фибрильную нитропинию. В 86% случаев достаточно часто сталкивались с тяжелыми мукозидами, гепатотоксичностью. Смерть от инфекционных осложнений мы наблюдали только в одном случае. Таким образом, мы сделали следующие выводы, что при медиане наблюдения в 60 месяцев во всей группе пациентов общая и бессобутильная выживаемость составили 40 и 37%. Соответственно, наблюдали, что отсутствие метастатического поражения костей влияет на бессобутильную выживаемость. Те пациенты жили ожидаемо лучше, чем пациенты, у которых наблюдалась одиночная метастаза в костях. Все пациенты с множественным поражением костей скелета погибли в течение 24 месяцев от момента трансплантации, от прогрессирования заболевания. Также выживаемость коррелировала с наличием метастатического поражения в костный мозг, зависела от объема опухолевого очага и от ответа на индукционную химиотерапию. Пятилетняя общая и бессобутильная выживаемость у пациентов с локализованными формами составила 48 и 45%. Соответственно, при анализе пациентов с метастатическими формами мы наблюдали четкую корреляцию в зависимости от группы риска, предложенной Ланденштейн и соавторами. Так, анализируя пятилетнюю бессобетинную выживаемость, мы наблюдали, что все пациенты, относившиеся к крайне неблагоприятной группе, погибли в течение 25 месяцев от момента трансплантации, от прогрессирования. При анализируя факторы, которые влияли на общую бессобетинную выживаемость, можно сказать, что при однофакторном анализе наибольшее влияние на выживаемость оказывали ответ на индукционную химиотерапию, наличие поражения костей, число костных метастазов, поражение костного мозга, объем первичного очага и группы по Ланденштейн. На многофакторный анализ при исследовании общей выживаемости больше влиял ответ на индукционную химиотерапию и число костных метастазов. На бессобетинную при многофакторном анализе влияли ответ на индукционную химиотерапию, поражение костного мозга, объем первичного очага и группы по Ланденштейн. Таким образом, можно сделать следующие выводы, что высокодозная полихимиотерапия с аутотрансплантацией способна улучшить результаты выживания у пациентов группы высокого риска, даже учитывая неоперабельные формы опухолей и при наличии отдаленных метастазов. Стратификация пациентов в соответствии с прогностической шкалой, предложенной Ланденштейн и соавторами, достоверно коррелирует с показателями выживаемости, что может быть использовано в клинической практике. Однако в группе сверхвысокого риска эта терапия не показывает своей эффективности, что требует поиска нового подхода к терапии. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова